Всем привет, друзья мои! Сегодня у нас пятница, 14 апреля 2023 года. Но я сегодня хочу вернуться снова в Испанию, в город Сантандер и прилегающие к нему маленькие деревушки и городки. Я хочу сегодня рассказать вам тему об испанских мужчинах. Ну, наверное, для меня это слишком громкое заявление, потому что, естественно, что я с испанскими мужчинами не встречалась, и я их практически не знаю. Но я хочу вам рассказать сегодня и показать одного знакомого, знакомого моей знакомой Надежды, к которой я сюда приехала, которая русскоговорящая и живёт здесь, в Испании, очень давно, порядка 30 лет, а может и больше. Поэтому, конечно же, я буду рассказывать об испанских мужчинах с её слов, она мне разрешила, и она попросила одного из своих хороших знакомых, испанцев, давнего знакомого, отвезти нас в один из тут пригородов Сантандера. Это Сантильяна Дел Мар, который я вам показывала с монастырём. И мы, конечно же, заехали к нему. Я вам подробно расскажу про этого мужчину. Вот это его дом. Он сам построил этот дом и живёт, к сожалению, в этом доме давно один. И хочет найти себе женщину. Вот, по-моему, он к Надежде очень неравнодушен. Но что-то Надежда как-то сказала мне, что он ей не очень нравится. Хотя жених, по-моему, очень даже ничего. И с приданным, с огромным домом, и рукастый, как я вам сейчас дальше расскажу. Я вот начала снимать его дом для вас. И знаете, как обычно бывает, в самый неподходящий момент, после целого дня съёмок, у меня сел аккумулятор на моей камере. И вот я совсем-совсем немножко смогла снять. У него дом двухэтажный. Ну вот видите, да, это первый этаж с камином, там большая комната. А вот второй этаж с баром и со спальней, ну и со всякими тоже разными интересными причиндалами. Я не смогла вам снять. Это всё его земля, я тоже показываю чуть-чуть немного. Вот это вот красивейшая конура собаки. У него большая там собака. Вы слышите, лает. А вот это такой вид как раз того холма, на котором стоит дом этого мужчины. Я всё время говорю этого мужчины, потому что я не могу произнести его имя. Он как-то хэсус, по-моему, хэсус, хэсос, как-то так. Что-то очень похожее на Иисуса, но вот с испанским таким произношением. Хуан, хосэ, такие распространённые испанские имена, по-моему, у всех на слуху. А это как-то произносится немного по-другому. Так вот как рассказывает Надежда об этом мужчине, что она его знает уже давно, лет, наверное, 5, если не больше. И она говорит, что он у меня именно как палочка-выручалочка. Знакомых очень много. Говорит, если какая-то проблема, я начинаю обращаться к одному, к другому, к третьему. Все обычно заняты, и вот только хосэ никогда не откажет. Что, в общем-то, ещё раз и подтверждено было именно тем, что он согласился нас отвезти в этот красивый город 12 века, и в котором он с нами ходил, бродил, ждал нас, если мы заходили в музей, и водил нас в ресторан. И вот впереди он идёт, у него курточка, видите, в руках. Так вот, когда он пригласил уже к вечеру нас к себе в дом, говорит, поехали, у меня есть очень хорошее вино, делает мой брат натуральное, и белое, и красное. И вот я вам показала немного. Меня удивило то, что, во-первых, у него очень чисто, несмотря на то, что он один живёт. Во-вторых, то, что он имеет бар огромный, и он не пьёт. Он налил нам бокал вина с надеждой. Сначала мы попробовали красное вино, вкусное довольно-таки. Потом он предложил нам белое какое-то, очень специфическое, сказал одно из лучших. Конечно же, мы не могли отказаться. И это белое вино действительно меня покорило своим бесподобным вкусом и очень таким насыщенным, необычным ароматом. Так вот, удивило меня то, что этот мужчина, он вообще ещё и не пьёт, что, в общем-то, удивительно, по-моему. Вот сейчас я только что перезвонила Надежде. Слава Богу, что мы с ней сейчас на связи постоянно. И я у неё уточнила. Всё-таки как же зовут? Я забыла мужчину, который нас возил. Она говорит, зовут его Хесус. Вот Хесус, понимаете? И живёт он в небольшом-небольшом городишке на горе, который называется Суансес. Если кому-то интересно, то я это вам и озвучиваю. Суансес находится тоже где-то в 30 километрах от Сантандера. И мы с Надеждой вспомнили опять наше путешествие и посокрушались о том, что я не сделала нормальную съёмку в доме Хесуса. Что, в общем-то, он, говорит Надежда, был бы даже и рад рассказать, показать своих овечек, и чтобы я его дом тоже показала, рассказала немножко о нём. Ему 64 года, я не сказала. У него есть взрослая дочка, которая, по-моему, тоже в Испании живёт. Ну, как-то, знаете, всё это так вот вскользь, вся эта информация. И я ничего больше такого о нём сказать не могу. Ну, вот я ещё раз показываю. Обратите внимание, когда я попросила, чтобы он мне немного попозировал. И с какой готовностью и с радостью он согласился. Но, к сожалению, видите, он встал напротив заката, напротив солнца. Получилась абсолютно нерезкая фотография. И уже мне переделывать всё это никак не получилось. Как я уже вам сказала, у меня неожиданно на самом интересном месте сел аккумулятор. Знаете, как в плохих фильмах. Снимала-снимала весь день вам вот эту вот ерунду. Походила по магазинам. Ну, может быть, и не ерунду, это тоже интересно. Но мне кажется, что вам бы было намного более интересно посмотреть дом вот этого вот Хесуса. И, может быть, даже показать его овечек, показать его собаку симпатичную очень. Вот, понимаете, не всегда получается так, как мы хотим. И судьба необычным образом вмешивается во все вот эти вот дела. Вы знаете, кто-нибудь, может быть, спросит, а что вы нам так подробно об этом мужчине рассказываете, зачем нам это всё, нам это всё неинтересно. Так вот, я хочу сказать, что, а может быть, кого-то заинтересует Хесус. А может быть, и получится так, что вот мы сможем ему всеобщими усилиями помочь найти женщину. Но тут есть ещё, как говорится, нюанс. Потому что Хесус, он не знает, кроме испанского языка, никакого другого больше. И вот это всё-таки, мне кажется, препятствие, которое может помешать дальнейшему знакомству и какому-то развитию отношений. Потому что, вы знаете, я неожиданно тоже для себя выяснила тот момент, что испанцы абсолютно не знают английского. Или, может быть, даже они и не хотят знать, не хотят использовать. Нация такая очень гордая. Ну и вот считают, что вполне им хватит их испанского языка. И вот то, что остальные все европейские страны прекрасно говорят на английском, и английский всё-таки считается самым распространённым языком в мире, ну вот испанцы как-то этого не поддерживают мнение. Иногда, знаете, просто до смешного, что даже в магазине продавцы, ты у него спрашиваешь по-английски, он отвечает тебе по-испански. Или вообще не отвечает и говорит, что он не понимает. А я продолжаю вам показывать Бискайский залив, Атлантический океан. И вот видите, там два рыбака сидят. Это такая смотровая маленькая площадочка. Очень красивый вид отсюда. Просматривается всё-всё побережье, во все стороны. Это, в общем, тоже рядом практически с тем маленьким городком Суансес, в котором живёт Хэсус. Имя Хэсус мне даётся очень непросто. Вы знаете, мне приходится всё время смотреть в бумажку. Я записала его имя на бумаге и всё время в неё подглядываю. Вы представляете? Что ещё хочу вам рассказать? Вот когда мы сидели, обедали в небольшом ресторанчике испанском, меня тоже удивили некоторые моменты. Необычно было для меня то, что когда заказываешь здесь еду, здесь приносят тебе какой-то салат вначале, то, что ты хочешь. И, удивительное дело, два вторых блюда. То есть ты должен заказать не одно второе блюдо, допустим, какое-то мясо или рыбу, а ты должен заказать именно два вторых. Я этого никак в толк не могла взять. И даже возник у нас конфуз, потому что, опять же, испанская официантка, она не могла понять меня, почему я не заказываю ещё одно второе блюдо. А я заказала себе сибас и сижу. Мне больше ничего не надо. И, в конце концов, с трудом, с трудом мне вот Надежда объяснила, что у них вот так вот полагается, и так они привыкли. Они кушают, помимо салата, ещё два вторых блюда. Ну и десерт или кофе – это уж, конечно же, само собой. Но, сказать по правде, я впервые вот такое вот встретила. А официантка тоже недоумевала, почему я не понимаю, что нужно заказать ещё одно второе блюдо. И удивило меня ещё то, что я потом посмотрела. И действительно, Хэсус сначала съел, ему принесли второе типа нашего плова, какого-то такого с карри, красивого цвета с мясом. А потом ему принесли ещё и огромный кусок шницеля, тоже с начинкой и полное блюдо. И вот вы видели, что этот мужчина, он такой худенький, щупленький, и, тем не менее, он преспокойно съел эти два вторых. Вот кто к чему привык, понимаете? Ну, а я съела свой сибас и была довольна этим блюдом. Мне, наверное, второе было бы уже и не съесть. Вообще, вы знаете, когда я говорю, что я хочу сибаса, я сразу вспоминаю Гарика Харламова с его анекдотом. Наверное, слышали и помните. Грубоватый, но запоминающийся. А это знаменитый колокольный звон церкви в Сантильяно-дель-Мар, церковь и монастырь Санта-Юлиания 9-12 века, в котором мы с вами были уже. Видео вам сверху, кто не посмотрел. Пожалуйста, посмотрите. Этот город Сантильяно-дель-Мар и монастырь попадают вот в священный путь паломников Сантьяго. И я обещала вам продолжить об этом, рассказать немного о пути Сантьяго, которым я очень заинтересовалась и по которому я серьезно хотела пройти. И вот вы знаете, что Надежда, она меня практически отговорила. Мы с Надеждой ровесницы. И вот она сказала, что, ну, может быть, вот все эти трудности, они для молодежи еще и нормально как-то приемлемы. Но нам уже как-то совершенно не с руки. В частности, она сказала, что проблемы возникают вот там, вот в этих вот хостелах. Хостелы называются по-испански альберге. Альберге, где останавливаются вот эти вот путники, паломники. И условия там разные. Бывает, попадается, что спят даже на матрасах на полу люди. И бывает, что в комнате там по 40, по 30 человек. И люди все разные. И мужчины, и женщины все вместе спят, ночуют. Но и мало того, что там могут белье дать несвежее, но еще и можно нарваться там на блох, и на клопов, и даже на вшей. Ну, вот такие вот, знаете, страсти, они как-то охладили мой пыл, сказать по правде. И на полном серьезе, мне эта надежда рассказывала, я ей склонна верить, и как-то не хочется. И потом, вы знаете, удивило меня еще то, что сейчас подняли все цены на эти хостелы. И если раньше там за ночевку брали 5 или 6 евро, то сейчас это 10 евро, а иногда доходит и до 15. И получается, что совершенно нет смысла ночевать в таких условиях, знаете, целой толпой в одной комнате по 30 человек, когда за 15 евро можно найти на АРБНБ очень даже приемлемое жилье. Еще хочу вам показать здесь в городе Сантильяна-дель-Мар вот такие вот тоже старинные антикварные лавки, которые торгуют стариной испанские, какие-то интересные предметы быта, вазы, мебель, статуэтки. Мне кажется, что, может быть, будет для вас тоже интересно типа наших блошиных рынков. Как-то раньше, вы знаете, когда люди не очень разбирались, насколько может цена быть высока, вот этих всех старинных вещей, можно было здесь что-то и найти. Ну, а сейчас все реже и реже, конечно. Все стали разбираться и понимать, что к чему. И найти какой-то дорогостоящий раритет уже практически невозможно. Ну, а пока мы с вами продолжаем гулять по этому старинному городу испанскому Сантильяна-дель-Мар, я хочу продолжить вам свой небольшой рассказ об испанских мужчинах. Я хочу сказать со своей стороны, что я, например, заметила, то, что вот, испанские мужчины, они обращают внимание на женщин на улицах. Вот это мне было странно, потому что в Англии, например, такого в помине нет, чтобы кто-то обратил внимание или что-то вам какой-то комплимент на улице сказал, или так явно восторженно вы поймали на себе взгляд мужчины. И я говорю именно сейчас, в данном возрасте, я говорю вот о нашем возрасте 60+. Одно дело, когда мы были все молодые, стройные, красивые и постоянно ловили на себе взгляды мужчин, а вот в возрасте 60+, как-то уже такого практически не замечаешь. И вот мое удивление было, именно в Испании мужчины 60+, они заглядываются на женщин такого же возраста. И вы знаете, это очень-очень приятно. и для меня это сразу бросилось в глаза по сравнению с мужчинами английскими. И вот, наверное, все-таки солнце, солнечная страна и вот эти вот жаркие темпераментные испанские мужчины, они сохраняют свой темперамент в любом возрасте. Если кто-то заметил это, если кто-то был в этих жарких странах в Испании Италии, то, может быть, поделится своими на этот счет впечатлениями. А вот у меня как-то осталось впечатление именно такое. Ну, вот, друзья, на этом, наверное, сегодня мой рассказ для вас. Я заканчиваю. Я надеюсь, что вам понравилось то, что я вам рассказала и показала. Я очень надеюсь, что вы поставите лайк все-таки этому видео. не забудете посмотреть рекламу, не забудете написать свой комментарий. А я на этом с вами прощаюсь, друзья. Всего вам доброго, берегите себя в это трудное время. Всем пока-пока. Редактор субтитров Редактор субтитров Корректор субтитров